Добрый день, уважаемые зрители и гости нашего канала. Сегодня у нас видео по вашему запросу прокомментировать сериал «Слово пацана». Я долго не хотел комментировать это кино, потому что для меня этот фильм не является чем-то необычным, чем-то уникальным. И почему вокруг него такая шумиха, я, честно говоря, не знаю, потому что для меня это обычный фильм. Но учитывая, что огромный запрос от нашего зрителя, пришлось это сделать. Мы пробежимся чуть-чуть, а почему же такой ажиотаж вокруг него, и сделаем свои выводы. Надеюсь, вам понравится. Если есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, welcome. Итак, поехали. Итак, давайте с вами разберемся, про что этот сериал. Да, действительно, в те далекие времена, когда и я был молодым, и России еще не существовало, потому что начиналось все в конце Советского Союза, вернее, эпохи Советского Союза. В основном люди нашего поколения росли именно в таких районах, именно в неблагополучных кварталах, которые существовали по огромной России. Здесь нужно отметить одно. Преступность молодежная существовала всегда. И тогда, и сейчас никуда от этого не денешься. Молодежь всегда будет жестокой, всегда будет агрессивной, и всегда будет слушать только одного. Это своих старших. Поэтому, когда кто-то хочет предъявить претензии родителям, органам милиции, потому что тогда была еще милиция, и вообще пытается переложить вину на кого-то другого, на самом деле это неправильно. И давайте разбираться, почему. Даже в те времена, когда молодежь находилась на улице, потому что, если взять сейчас современного ребенка, он чаще время проводит в своих гаджетах. В телефоне, в планшете, в компьютере, где он находит ответы на свои вопросы, и на улицу он выходит по необходимости. А раньше как раз улица для нас и была жизнь, потому что родители были на работе, у кого-то до шести, у кого-то до семи, у кого-то до десяти вечера. Поэтому мы, находясь на улице, вынуждены были искать ответы на свои вопросы в кругу своих приятелей, единомышленников, сверстников. А вопросы посерьезнее мы уже задавали более старшим людям, которые находились на улице. Где-то могла быть какая-то спортивная площадка в виде того, что стояли двое ворот и играли каким-нибудь старым резиновым мячиком. Где-то было поблагоустроение, но в основном все равно это был двор, где на лавочке сели более старшие ребята, мы либо гоняли в футбол, либо занимались еще чем-то. Раньше были такие игры, как дуть деньги. Если у вас какая-то есть купюра, это уже у ребят постарше, играли на количество цифр, которые в этой купюре. Если вдруг у вас есть желание, вы могли поиграть, кидать палку, называлось это городки, но городки это уже как бы серьезно. Мы клали банку и банку сшибали обычной палкой. Как правило, это остатки от лопаты, либо от граблей. Поэтому по большому счету интересов было мало. И естественно возникала такая ситуация, а как правило эти районы были созданы из приезжих. То есть где-то приехали из деревни, где-то из глубинки. И в основном это касалось именно районов, где люди были заняты сами собой. То есть у родителей просто физически не было времени заниматься этим подрастающим поколением. И естественно, где они брали какие-то первые азы, как поступать в жизни, первые ответы на свои вопросы? Естественно, у более старших своих товарищей. И если эти более старшие ребята понимали, что вокруг них собирается какая-то компания, естественно, это пытались использовать. Где-то брали трясли деньги, где-то у кого-то отнимали. Если у вас заводилась какая-то интересная игрушка, фонарик, зажигалка, ножик, все что угодно. Если эта игрушка вызывала или этот предмет у кого-то интерес, естественно, вы могли у вас его отобрать. Сейчас вообще, наверное, кто-то сложно может представить, что можно было зайти в чужой район и вернуться без джинс, без кроссовок, либо без кожаной куртки. И такое было. Но на самом деле, если брать именно, мы сейчас говорим о сериале, да, такое было возможно. Комментировать его, как мы комментировали до этого другие фильмы, я не вижу смысла. То есть брать какие-то кадры и говорить, так было или нет. Естественно, это кино. Но обозревать его в этом ключе, как сделали все остальные, я смысла не вижу. Давайте с вами разберемся, а почему такой ажиотаж вроде бы вокруг обычной истории. Брался за образец казанский феномен. Но мы с вами только что поговорили, что было куча районов, куча городов, где такие вещи практиковались, только не было такого шума. Почему это произошло? Стечение обстоятельств, везде где-то бывает похуже, где-то получше. Там, видимо, в Казани была самая благоприятная обстановка для того, чтобы молодежь сбилась с правильного пути. Видимо, совсем некому было заниматься, а милиция проморгала самое начало, когда все это, ну, вот только-только первые проблемы этой группировки начинались. Потому что, если взять те времена, об этом, кстати, многие мало говорят, в милиции к подрастающему поколению в Советском Союзе относились немножко не так, как сейчас. Если сейчас человек попадает и находится в статье, либо он совершил преступление, оступился к нему, моментально применяет всю тяжесть закона. Очень редко есть какие-то поблажки. Я бы так сказал, когда в эту ситуацию вмешивается чей-то интерес. Раньше, если попадал подросток, его максимально старались уберечь от того, чтобы он получал уголовный срок, либо еще какую-то неприятность. Потому что все понимали, подростки будут оступаться, будут драки. К этому относились нормально. Кстати, что касалось Советского Союза, если совершалось какое-то резонансное преступление, моментально вмешался центральный аппарат. Образовывался какой-то комитет. И эта группа выезжала в любой регион страны под личную ответственность, вплоть до министра. Все это касалось, когда совершалась какая-то внештатная ситуация. Либо находился какой-то маньяк, либо какое-то количество жертв в виде перестрелки, либо разборок. Это была редкость. И здесь аппарат работал сразу. Видимо, в Казани случилось упущение. У нас регулярно возникали какие-то ассоциации после фильма «Бумер», после фильма «Бригада». Ну и можно еще назвать несколько сериалов, подобных тому, что касается казанского феномена. Видимо, наш народ по каким-то причинам будет теперь агрессивно реагировать на все. Да, похожая ситуация была. В фильме где-то приукрашены, где-то нет, но жестокость показана правильно. Правильно не в смысле, что так и надо, а правильно, что так и было. И здесь говорить о том, что фильм плохой или хороший, я не вижу никакого смысла. Можно обсудить, как он снят. Снят он на троечку, я бы так сказал, на троечку с минусом. Просто учитывая, что давным-давно никаких ярких фильмов типа «Бумер» или «Бригада» не было, это очередное кино, которое задевает за душу всякого. Например, что касается меня, кто жил в те времена, у меня тоже есть к этому фильму вопросы. Но большинство молодых и относительно молодых людей, кто даже не знает, как было тогда, для них это, конечно, какое-то удивление. Но в этом нет ничего такого. И я не вижу, почему этот фильм нужно запрещать. Если есть у кого-то мнение, что теперь молодежь будет равняться на это, я бы так сказал. Если у вас есть проблемы с молодежью, то запрещая какие-то фильмы, какие-то истории, вы не добьетесь того, что публика, которая относится к молодому поколению, будет именно из-за этого вас и слушать. Обращаясь к папе и к маме, мы изначально получаем не тот ответ, на который мы рассчитываем. А вот наши старшие во дворе как раз четко понимают, с каким запросом мы пришли. Именно поэтому мы и зависим от мнения во дворе. Потому что во дворе складываются все наши первые отношения, первые проблемы, появляется уверенность либо неуверенность в себе. И вообще именно двор оценивает, а что ты за молодой человек такой, что ты из себя представляешь. И естественно мы равняемся на тех, кто для наших глазах в данный момент выглядит интереснее, серьезнее, круче. И есть еще куча-куча эпитетов, которые можно применить к тому, на кого мы хотим равняться. Именно этот человек будет влиять на то, какой у меня будет взгляд на жизнь. То есть у нас родители могут заложить на самое главное, это воспитание. А вот основная часть, из чего мы будем состоять, каким будем принимать решения, чем будем заниматься, это как раз зависит от той компании во дворе, к которой мы особенно привязаны. Именно этой компанией мы и дорожим, именно она будет влиять на последующие наши действия, пока мы не повзрослеем. А взрослеем мы все по-разному. И здесь, если говорить о фильме, его не запрещать надо. Нужно молодежью заниматься, чтобы она поменьше думала о том, а что мне делать во дворе, и чем мне заняться от безделья. К сожалению, в отличие от Советского Союза, любые секции, любые наши какие-то интересные, может быть, в душе у нас заложено быть художником, хоккеистом или еще кем-то, все эти интересные секции теперь за бешеные деньги. То есть уже родители, даже близко к среднему застатку, не могут себе позволить экипировку. А раньше тебе выдавали какие-то старенькие гетро, какую-то футболочку, давали мячик и бегай, наслаждайся, более того, с тобой тренер еще будет заниматься. А если у тебя есть способности, то у тебя даже проблем нет, еще будешь выступать за какую-то команду. То есть если брать те времена, молодежи было попроще найти свой интерес в любой сфере, которая ему нравилась. Очень редко, очень редко, это уже когда совсем родители не занимались детьми, дети вырастали на улице. То есть в основном люди знали, чем заниматься и чем занимается ребенок. Давайте коснемся моего отца. У нас сейчас основной запрос по уверенности в себе. А вот как воспитывается уверенность, почему дети раньше взрослели быстрее? Привожу вам простой пример. Первая моя неприятная ситуация случилась во дворе. Был я первоклассником. К так называемой более старшей меня обидели. Естественно, я прибежал вечером домой, папа спросил, что случилось. Я говорю, вот такая ситуация, в общем, некорректное отношение ко мне, это мягко сказано. То есть надо, пап, нам как-то с этой ситуацией разбираться. Папа говорит, да вообще нет никаких проблем. Я говорю, ну все, думай, что сейчас папа пойдет и разберется. Папа сказал, все, сиди дома. Я говорю, в смысле? Он говорит, там же тебя обижают. Я говорю, ну да. Ну все, сиди дома. Что там, ты будешь ходить, какие-то будут неприятности у тебя. Все, сиди, читай книжки, занимайся, наоборот, даже хорошо. Я про себя подумал, что-то он мне не то подсказывает. Естественно, сколько я дома просил? Следующий день я попытался просить дома. Думаю, ну все, что тут высиживать, пойду-ка я разбираться. Это самое главное, что сделал мой отец. Он не стал мне долго объяснять, как выстраивать отношения к другим, как повышать свою уверенность или еще что-то. Зачем? Он просто мне поставил задачу. Дружочек, не ходи, все, сиди дома. И этим потолкнул меня на что, что я буду со своей проблемой разбираться сам. Вот это единственное правильное качество, когда находишься во дворе, ты уже начинаешь четко понимать. А как себя вести с людьми, которые не сильно тебе рады? Как тебе дружить с теми, как тебе хочется с ними дружить? А самое главное, как реагируют на различные внештатные ситуации. Поэтому, что хотелось бы сказать, и резюмирую нашу с вами беседу. Самая главная проблема, когда молодой человек или молодая девчонка брошена на произвол судьбы. Когда ее мировоззрением, ее пониманием жизни начинают заниматься чужие люди. Здесь можно предъявить претензии и к родителям. Чем у вас лучше отношение с ребенком, чем вы более качественно или способны объяснить более результативно, что в этой жизни есть разные пути, и закладываются они именно сейчас, пока ты молодой человек. Поэтому не нужно быть сильно покладистым, не нужно быть сильно наивным или наглым, или дрочливым, или еще каким-то. Главное оставаться самим собой. И если у вас есть возможность ребенку заложить в базе то, что в этой жизни, в будущем не так все просто, и если ты молодой парень, твоя задача не только преуспеть в жизни, то есть выбрать себе правильное образование, знать, чем ты будешь заниматься, но еще правильно выстраивать отношения с остальными. Именно воспитанием наших детей сейчас занимается кто угодно. Ютуб, всякие соцсети, какие-то эти блогеры и несостоявшиеся психологи, еще всякие наивные люди считают себя гуру в этой жизни. Плюс еще, в зависимости от того, ребенок попадает в какую-то компанию, и в этой компании будет на отношение к жизни, на понимание того, этих азов, когда ты начинаешь только-только сделать первые шаги во взрослую жизнь, на тебя влияют непонятные личности, далеко как бы сами не идеальные, в плане поступков и в плане образа жизни. И здесь получается именно такая ситуация, что наши лагеря, наши тюрьмы будут пополняться молодыми людьми, которые по какой-то причине вовремя не услышали правильный совет или правильный посыл от людей более постарше, кому нужно было прислушаться. Это понимание происходит тогда, когда уже случилось, и это очень плохо. Поэтому, если брать казанский феномен, почему он актуален сейчас, я бы чуть-чуть бы сравнил ту же самую ситуацию. Учитывая, что сейчас у нас родители тоже в большинстве случаев заняты, то у нас подрастающим поколением будут заниматься совершенно другие люди. Либо из Ютуба, либо из соцсетей, как я уже говорил, либо во дворе. Поэтому здесь самая главная задача людей, которые воспитывают своих детей, все-таки не терять эту связь, а интересоваться, где он был, чем занимается. Или есть возможность контролировать чуть-чуть его гаджеты. Хотя бы, например, того, чем он вообще занимается и чем интересуется. Потому что, если сейчас ребенок интересуется чем-то не тем, это можно уловить в начале, а не потом уже, когда что-то случилось. И это очень важно. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик. По вторникам и по пятницам 21.30 у нас три. Всем пока. Желаю вам удачи. Берегите своих детей и себя. С вами был Герман. Субтитры сделал DimaTorzok